вон сколько стоит ждут пока зеленый загорится и он там сзади еще подъезжает толпа кошмар гул стоит у нас дома через закрытые окна даже слышно хотя и дорога далековато всем привет нету спрашивали что можно купить в аптеке сейчас попробую показать ну здесь я наряду со всякими витаминами здесь всякие протеини это для поддержания иммунитета это не для лечения конечно ну вот идем сюда здесь идут обезболивающие довольно популярен то есть это все без рецепта или новым мы предпочитаем или этого или тайминал потому что и двери по моему сейчас состав посмотрю так и бупрофен то есть вот у нас не был профиан или этого не фокусируется ну давай фокусируйся то не хочет что-то с моим телефоном здесь состав и бупрофен то есть это обезболивающие головы вот есть самый и бупрофен отдельно как бы это в марка магазин это или но всякий в тоже обезболивающие так а вот с этой стороны здесь детские идет то или но в виде сиропов смотрим тоже обезболивающие для детей к варите внизу это этот от аллергии здесь вот применить это от кашля сироп в основном то все детское здесь мы покупаем по линии вот такой вот здесь это от кашля если кашель есть все скажем здесь нет это нет жаропонижающего эффекта то есть если покупать тайминал то в нем еще жаропонижающие вот это вот именно только от кашля вот такой вот вот здесь вот этот еще температура ночную есть тут хороший натуральный там сам ингредиенты нет с двух лет до 12 обычно если от кашля что-то брать то с четырех лет с двух можно вот этот кашля всяким там конфетки внизу единцы тоже от кашля идут тут это вот гигиенические помады здесь уже пошло взрослые от кашля разные есть таблетки есть сиропы с ну конечно таблетки где сиропа на кого это вот ночное средство вот кашляет простуды температура но его если выпьешь очень сильно спать хочется поэтому я на ночь даже его не пип на что утром все равно сон мы вот дневным пользуемся обычно вот такое дейквилл вот террафлю есть так что здесь дальше идет вот тут аллергия опять почему-то в этой части для кожи всяких кремах кортизон для поддержания мышц смысле если что-то бинтовать нужно что у нас тут еще есть ну здесь всяких горячих холодные крема охлаждающие то есть согревающие пластыри всякие пошлю целая полка с этой стороны для живота вот миралакс это для того у кого запора хорошо вот этот вот это бисмол это для жоги на вообще для расстройства желудка и вот там тоже всякие разные не идут тоже для желудка то есть это вот основном если желудок расстраивается но я не знаю это я в супермаркете а я видела в аптеке даже уголь активированный вот здесь я не вижу то есть отдельное здание аптек вот что еще хотел показать неоспорить это антибиотик небольшой здесь есть антибактериальный крем то есть им мазать вот инфекцию он также еще боль снимает порезы ожоги можно чтобы не было заражения потом пластырь наклеивает ну так что мы пошли всякие гигиенические пасты ряд пропустил там где много было здесь вот уже всякие шампуни и все тому подобное ну вот в принципе это такой небольшой отдел в супермаркете если нужно что-то больше был больше выбор то можно принципе заходить и зайти в аптеку там будет немного больше здесь конечно поменьше потому что это супермаркет но в каждом супермаркете есть такое то что можно купить без рецепта врача первая медицинская помощь так сказать конечно антибиотики вы без рецепта не купите но что это и правильно потому что не надо заниматься самолечением особенно используя такие лекарства как антибиотики вот еще что не купите без рецепта это противозачаточные принципе все остальное вот если у вас какая-то простуда болит горло да вот там я пока те что показал на эту кругу дэйквилл в принципе и от горла тоже есть еще эти сиропы которые брызгать можно я на них не знаю может быть и не попали в кадр на как я не обратила внимание должны быть там где-то вот то есть при простуде при какой-то такой таких заболеваниях обычных можно лечиться самому не нужно к врачу ходить если вы знаете как лечиться если что-то более серьезное то я бы самолечением не занималась вот так вот этот пришла на на таких что-то типа таких корзиночек купить смотрим что тут есть так это не нравится налить и такую сторону вот ну и противозачаточная тоже считаю что их должен начать врач ничего самолечением заниматься вот что еще принципе наверное все что хотел сказать по этому вопросу пойду я искать свои корзиночки только это не в ту сторону зашла и тут уже мусорки так что же у нас в домашние аптечки кто-то если слышится такое шипение это у меня вот мультиварка работает так что не обращайте в дебаги ну вот у нас тут много пластырей всяких вот там еще дальше стоят я сама толком не знаю пластыри всякие в общем а у нас такое отношение к медицине мы стараемся больше лечить с народными средствами и если уже что-то очень нужно тогда самое щадящее так сказать но вот стоит там видите модель да кстати в аптеке его не показала это тоже детские это для жаропонижающие вот да и кого это для нас если температура или простуда вот розовенька это вот это бисол который аптеки показывал ты для желудка вот вот эти две крайние баночки это что-то типа жидкого пластыря опять же бинт эластичный спирт банка вот от кашля детская такая кашля и от температуры сейчас посмотрю что за ингредиенты так я конечно не врач даже не уверена что я правильно их принес произнесу так в общем бриония какого какой-то в общем не знаю если хотите сами почитать если он сфокусируется сейчас попробую вот то есть этот кашлявающее средство еще мы очень любим это бафрофен вот резкость его профин это от головной боли вообще более понижающая так это не капли в нос это как морская вода в общем салин растворов так это из аптеки такой робитусин это тоже от кашля это взрослый что мы любим так еще один у нас тут этих банок вот для детей он как бы наиболее щадящий вот это вот это даже не лекарство это для поддержания иммунитета такой сироп с такой из ягод то есть вообще хорошо пить его каждый день просто для укрепления иммунитета если болеешь то каждые два часа в принципе тоже хорошо помогает вот сами почитайте что он делает антиоксидант спортименти поддерживает иммунную систему то есть во время болезни вот у нас принципе все наши лекарства но тут у нас такой ящичек так как он тоже почти ничего нет так это градусник у нас тут есть это опять же жидкий такой пластырь ну вот не аспорин снижает боли это легкий антибиотик заражения ну и тут у нас из российских лекарств активированный уголь а вот этот вот а нет это тоже на русском написано это тоже активированный уголь другой немножко выглядит где-то был куплены здесь не могу найти вот крем еще этот квартама золото если что-то чешется в общем от укусов раздражение градусники в общем всякой фигни куча даже не помню что мы честно говоря редко более ну вот этот вот это для носа в таблетках то есть если очень сильно носа ложен честно говоря очень сильно сушит вот в одну таблетку выпили я например это не могу употреблять потому что мне очень сильно пересушивать нос так ну это типа звездочки что тут такое не звездочка а бальзам такой в принципе и все тут еще пару горчичников все что мы помним а ну вот это вот для горла леденцы все чем мы пользуемся и я в это видео заодно добавлю меня спросили задали вопрос про вакцинацию детей в америке заодно расскажу я вообще за то чтобы делать потому что особенно живя в этой стране куда приезжать куча иммигрантов неизвестно каких стран неизвестно каким прошлым неизвестно какие болезни они привозят поэтому я считаю что лучше сделать прививку ребенку чем потом сталкиваться с последствиями и то во первых вот как они сделают прививки здесь есть график. Первую прививку делают в роддоме, потом в 2 месяца делают 5 прививок, потом в 6 месяцев, 8, если мне память не изменяет, в год, не помню, в 10, по-моему, не делал в год, потом в 2 года, в 4, в 6 и потом следующий цикл уже в 10 лет. То есть вот такой график, какие прививки, куда входят, я уже, честно говоря, не помню, потому что у нас уже большой перерыв был по линии вот 9, вот в 10 лет ей какую-то еще следующую нужно будет делать прививку. Вот такой вот график. Прививки, в принципе, можно не делать, если вы хотите. Можно написать отказ от прививок, такое письмо подписать и сказать, что, в котором будет говориться, что вы отказываетесь, например, по религиозным причинам и к вам никто не будет приставать. Но здесь, хочу сказать, могут возникнуть потом следующие трудности при поступлении ребенка в детский сад. То есть почти во всех детских садах требуют прививки, потому что они здесь частные. То есть у вас, конечно, есть выбор. Вы можете поискать такие, где вам скажут, что они обязательны, ну или ребенок, чтобы не ходил в сад. Это у вас будет выбор такой. Но большинство детских садов не примут ребенка без прививок. Вот. В школу тоже могут быть проблемы. Может быть, частная школа, где не будут требовать. Но если вы хотите ребенка записать в какие-то секции спортивные, в основном везде нужны будут прививки. То есть куда бы ребенок потом не шел по жизни, везде требуют прививки. То есть вас никто не заставляет их делать. Вы можете не делать. Вы можете не ходить в детский сад, потом можно обучаться в школе, находясь дома. То есть быть на домашнем обучении есть и такой вариант. У нас, например, соседи, дети не ходят в школу, они учатся дома сами, сдают тесты. Вот. То есть это ваш выбор как, что просто хочу сказать, что если не делать прививки, то потом больше головной боли, с которой вам придется столкнуться, больше побегать. Особенно, если вы будете жить где-то в небольшом городке, где выбор тех же садов в школу не так велик. Если это какой-то большой город, то у вас, конечно, есть больше выбор. Вы можете поузнавать, найти то, что вам подходит. О, все. Еда готова. Так что мы сейчас с Полиной будем кушать. На этом буду заканчивать видео. Всем пока.